вот хожу мимо этой пальмы опять не знаю как она называется вот это растение вот она цветет англия друзья не африка всегда поражаюсь привет друзья вот я так начала вам свое видео сейчас хочу показать вам вот эту вот яблоньку посмотрите что с ней сделали видите и все обкарнали обстрелы сниму вам свое видео до этого я каждый год ходила проходила это яблонька она давала столько яблок здесь все было засыпано яблоками и вероятно вот кто-то но они и не собирали никто может быть кто-то прохожие собирали ядок собирала с удовольствием яблоки вкусные были обалденные ну и вот наверное им надоело убирать тут это яблоки они взяли вот так обкарнали такие лентяи еще и бессовестные я еще когда снимала зимой что вот они эту яблоньку так ободрали показывала мне кто-то написал что ой но они знают что они делают может быть она еще лучше отрастет и та-та-та да вот они знают что они делают они просто не хотят как говорят от нее мусора да вот яблоки падают надо собирать а им лень как обычно вот и все взяли испортили дерево вот такие вот они не знаю как вам а мне жалко деревца этого бедная яблонька она была такая красивая посмотрите вся в плодах а теперь ну вот она там может быть отжила а жила немножко листики какие-то выпустила но вряд ли она уже будет плодоносить а вообще вы знаете я на позитиве как обычно вот гуляю иду сейчас к своей знакомой пригласили меня кофе пить вот и такая погода шикарная что что-то даже я сейчас иду и думаю наверное я ее приглашу погулять на улицу не хочу я сидеть в квартире у нас сегодня плюс 23 26 сентября восемнадцатого года вот неделю шли дожди а сейчас вот уже который день тепло и замечательно сегодня просто даже с утра хотела идти купаться на море но как-то поехала в другое место не получилось а сейчас вот решила сейчас уже четыре часа дня а погода все равно стоит великолепная не ветерочка и в общем конечно дома сидеть просто стыдно поэтому вот иду сейчас вот еще вам расскажу пришла мне на ум такая интересная история сейчас проходила там дети идут со школы как раз а я живу в таком месте интересном просто как сказать таком очень позитивно в этом плане потому что у меня рядом школа слева справа просто вообще от церковь может быть видели она там на перекрестке дорог стоит я вам ее показывала тоже скину видео если хотите вот и рядом с этой церковью прям впритык там норсинг хом норсинг хом это у них называется дом престарелых норс это с медсестра ну вот ухаживают медсестры там за пожилыми людьми всегда занят он этот дом престарелых и вот что я могу тут сказать в связи с тем что тут у меня и одно и второе третье сразу про церковь я вам показывала рассказывала а сейчас вот расскажу немножко про вот этот дом престарелых вот такой мне тут по пути встретился рыжий кот вообще котов мало по улицам они все дома сидят мася мася кто-то у меня спрашивал платят ли налоги на котов на на собак знаете понятия не имею я здесь не имею готов собаку смотрите он прямо об меня трется и трется ты что-то хочешь мальчик какой симпатичный бесподобный кстати штанишки друзья которые я купила помните супер вот такие розы тут у нас запоздалые тоже красота обожаю пахнет великолепно и вот даже иногда вы знаете можно встретить запоздалые цветы магнолии вот они они абсолютно конечно не ко времени сейчас магнолия но почему они вот смотрите бутон даже почему они вдруг иногда осенью глубоко осенью цветут я не знаю вот и туда запоздалые показываю вам цветочки в саду вот шиповник тут смотрите у людей какой крупнющий посмотрите но он это наверное несъедобный все-таки или съедобный не знаю уж очень он крупный ой друзья иду отвлекаюсь только ты то цветы вот возвращаясь к тому чего хотела вам рассказать вот про этот дом престарелых но вы знаете я как говорится опять вот живу здесь давно и мне много что нравится у англичан много чему есть поучиться вот плюсы минусы все как в обычной жизни иногда они меня удивляют конечно своей вот такой знаете не торопливостью размеренностью вот ну интеллигентность конечно какая-то даже врожденная все это присутствует но вот по поводу дома престарелых я не знаю как вы а а я вот как-то не очень мне это нравится хотя я вижу что сейчас и у нас начинается такое что тоже своих родителей стараются уже дети отправить дом престарелых у нас когда-то в россии называлась это богодельня не не много не мало как богодельня богодельня найти хорошее место таким словом не назовут ну а вот англичане они уже из поколения в поколение у них считается в порядке вещей отдавать родителей в дом престарелых на арсенхом сегодня у меня прям смотрите какой кошачий день он убежал напугался да так вот я никогда практически не видела ни одной семьи может быть кто-то видел кто живет в англии расскажите мне а я вот нет не видела чтобы жили молодые вместе со стариками во первых значит как я уже тоже вам рассказывала в нас исполняется 18 лет ребенку у них считается совершеннолетие и он уходит куда-то даже на съемную какую-то квартиру снимает комнату уходит от родителей вот я говорю не потому что они его выгоняют а потому что у них как-то так принято и тогда получается нечего как говорится уже тогда и пенять на молодых которые вот так вот уйдя 18 лет из дома они практически уже к родителям приезжают только знаете там на праздники вот это вот индейка ой все собираются за столом все так это вроде красиво друзья но это вот не знаю они приехали и уехали вот так все это красиво на один день а потом каждый живет своей жизнью ну и получается так что родители то может быть и отдали детям какую-то дань все-таки до 18 лет их и воспитали а вот дети то уже и не хотят получается что все престарелые люди живут вот доме престарелых либо они сами уходят либо их отправляют если они уже есть разные дома престарелых есть которых просто over 60 называется старше 60 живут такой гостиничного типа этот дом там все услуги там обязательно кабинет медицинский там и аптека внизу там какие-то развлекательные мероприятия там может быть и химчистка и стиралка как она нас прачечная все это есть вот люди там вот престарелые живут но конечно как говорится кому что нравится не дай бог я там была несколько раз там пахнет старостью и там атмосферка конечно еще такая но это даже не дом престарелых а это просто over 60 у них считается жилье и вот это жилье она намного дешевле многие покупают вот а по поводу дальше дома престарелых там прекрасные условия во первых они все платные эти дома престарелых вот если человеку допустим там 80 лет ну или даже по ложе но если он уже имеет какие-то трудности с передвижением или он сам уже считает что ему будет лучше под присмотром в доме престарелых там их кормят у каждого своя отдельная палата но там уже на знаете как больничная палата все это выглядит как больница хотя там и оборудованы эти палаты шикарно в каждой есть свой туалетик вот но дом когда ты живешь один в этой вот знаете по больничной палате это ужасно но это конечно не хосписы которых уже люди которые умирают вот доживают это совсем другое я вам говорю но тем не менее что я хочу именно тут подчеркнуть то что всех престарелых людей в англии ждет участь закончить свою жизнь вот в этом доме престарелых и хорошо если на этих хороший дом найдут оплачиваемый довольно таки дорого услуги тогда за вами там будут смотреть а если денег нет можно тоже найти там опять же очередь на постоять но есть и бесплатные ну там конечно похуже условия ну знаете все равно самые худшие условия здесь это в тысячу раз лучше чем чем у нас в россии потому что у нас эти богадельни это тихий ужас